Серийный убийца, который впоследствии стал известен как Ночной Сталкер, не имея определенного мотива, жестоко нападал на людей по ночам. Ричард Рамирес был самопровозглашенным поклонником Дьявола и убивал наугад. Вот ужасающая правдивая история о Ночном Сталкере. Ричард Рамирес, рожденный под именем Рикардо Лаево Муньос Рамирес, появился на свет в Эль-Пасо, штат Техас, 29 февраля 1960 года. Его отец, Хулиан Рамирес, бывший полицейский, был суровым человеком, который подвергся физическому насилию со стороны своего отца и дедушки, и подверг такому же обращению своих четырех сыновей. Как рассказывается в книге Филиппа Карла, Ночной Сталкер, жизни преступления Ричарда Рамиреса, Хулиан обратил гнев и на себя. Ричард однажды стал свидетелем того, как его отец бил себя молотом до крови. Чтобы избежать вспыльчивости отца, Ричард часто ночевал на соседнем кладбище. Склонный к эпилептическим припадкам, Ричард сблизился со своим кузеном Мигелем Рамиресом, награжденным ветераном Вьетнама. Мигель скармливал подростку Ричарду жестокие истории и показывал ему фотографии обезглавливания и военных преступлений. Позже Рамирес процитировал своего старшего кузена, «Власть над жизнью и смертью была сильной. Под твоим контролем были чьи-то жизни и смерти. Ты был богом» В 1973 году 12-летний Ричард увидел, как его двоюродный брат убил свою жену из пистолета 38 калибра. В 13 лет, когда он был не в силах справиться с жестоким обращением со стороны отца, он переехал к своей старшей сестре Рут и её мужу Роберто Авала. Несмотря на гнев Рут, Роберто, одержимый чрезвычайным любопытством, взял Ричарда с собой в свои еженочные раунды шпионажа под окнами соседских женщин. Под покровом ночи Ричард перестал подглядывать и начал врываться в дома, чтобы посмотреть, сможет ли он войти, а затем выйти незамеченным. Первоначально из наркотиков Ричард Рамирес употреблял только марихуану, который начал баловаться с десяти лет. На регулярной основе он начал употреблять наркотики со своим двоюродным братом Мигелем Рамиресом. Убийство Мигелем своей жены, судя по всему, что-то всклыкнуло внутри беспокойного юноши, но родителям он никогда не говорил, что стал свидетелем убийства. Ричард стал более замкнутым, и у него начались проблемы в школе. Как рассказывается в книге Клиффорда Лайндеккера, Ночной сталкер, шокирующая история сатанизма, секса и серийных убийств, проникновения, в том числе ночные, привели его в молодежный лагерь для несовершеннолетних правонарушителей. В 15 лет Ричарду удалось устроиться на работу – он убирал комнаты и переносил багаж в мотеле. Там он совершал взломы и однажды даже попытался совершить сексуальное нападение на жильца. После двух неудачных попыток пойти в 9 класс Ричард бросил школу в 17 лет. У него не было никакого направления деятельности. Зато в несовершеннолетнем возрасте он получил судимость и репутацию вора. Вскоре он начал употреблять ЛСД, грибы и мискалин. Он полагал, что у него развиваются личные отношения с сатаной. 10 апреля 1984 года 9-летняя Мэй Люнг и её младший брат играли в многоквартирном доме, который находился в районе Тендерлоен в Сан-Франциско. Маленькая девочка забрела в подвал здания в поисках потерянного доллара. В итоге безжизненное, висевшее на трубе тело Мэй Люнг было найдено её братом. Её неоднократно ранили ножом и душили. Полиция, сбитая с толку отсутствием улик, не смогла идентифицировать подозреваемого, и дело было заморожено до 2009 года. Тогда на месте происшествия была обнаружена ДНК, принадлежащая Ричарду Рамиресу. По словам автора Филиппа Карла, вечером 27 июня 1984 года Ричард Рамирес вышел из кокаинового кайфа и отчаянно нуждался в деньгах. Он провел большую часть ночи, путешествуя во бортовому ряду Лос-Анджелеса в украденной машине. Затем он решил прокатиться по 10-й автостраде в Гласселл Парк, район неподалеку от кладбища Форест Лоун. В поисках дома для ограбления он поселился в ветхом розовом многоквартирном доме. Его целью была квартира на первом этаже 79-летней вдовы Дженни Винкоу, которая всего три года назад переехала в Лос-Анджелес из Бруклина. Тщательно осмотрев окрестности, Рамирес надел садовые перчатки и прокрался через небольшой двор здания. Окно Винкоу было открыто, и между ней и убийцей была лишь тонкая перегородка. Не сумев убрать оконную сетку, Рамирес снял перчатки, чтобы облегчить работу. Проскользнув в открытое окно, он тщательно обыскал квартиру. Не найдя ничего ценного, Рамирес в ярости набросился на спящую Винкоу. Он злобно ударил пожилую женщину ножом, почти обезглавив её. Кровавая эра ночного сталкера началась. По словам Карло, в марте 1985 года Ричард Рамирес купил на улице пистолет 22-го калибра. Оружие было легко скрыть, и оно было относительно бесшумным, но при этом могло привести к смерти на дальности прямого выстрела. Одетый в свою обычную черную одежду, он нацепил темно-синюю кепку ACDC, и под звуки в наушниках альбома Highway to Hell своей любимой группы, угнал машину на ближайшей заправке и последовал за 22-летней Марией Эрнандес в её дом в Калифорнии. Под покровом ночи он последовал за Эрнандес в её гараж. С расстояния в полметра он выстрелил в неё. Испуганная молодая женщина инстинктивно подняла руки. Пуля малого калибра чудом отскочила от её ключей. Эрнандес рухнула на пол и притворилась мёртвой. Соседке Эрнандес по комнате, 34-летний Дейл Окадзаке, не повезло. После того, как она перебралась из своего укрытия под кухонной стойкой, Рамирес убил её выстрелом в голову. Убегая с места происшествия на угнанной машине, Рамирес последовал за 30-летней Вероникой Ю на авеню Норт-Альгамбра. Остановившись на красный свет, Рамирес проник в машину Ю с пассажирской стороны. Убийца выстрелил ей в бок и в спину. Ю была объявлена мёртвой по прибытии в ближайшую больницу. Ричард Рамирес, полагая, что работает под руководством и защитой сатаны, совершил кровавую череду нападений, грабежей и убийств по всей Южной Калифорнии и Сан-Франциско. Атакуя глубокой ночью, Рамирес убивал без разбора. У убийцы не было явной схемы или метода совершения преступлений, оставляющих после себя улики. Исключения составляли отметки в виде перевернутой пентаграммы, оставленной на некоторых местах преступления. Учитывая раннее убийство Мэй Люнг, в общей сложности 14 невинных жертв было убито руками ночного сталкера. Среди погибших был 64-летний бухгалтер на пенсии Винсент Зазара, застреленный во сне. Рамирес связал и избил жену Зазары, Максин, прежде чем выстрелить в неё три раза и изувечить её тело кухонным ножом. Многие из жертв Рамиреса были пожилыми людьми. Сестры Мэйбл Белл, 83 года, и Флоренс Лэнг, 81 год, были убиты 29 мая 1985 года. Впервые оставив свой след, убийца нарисовал пентаграмму на теле Белл и стенах спальни губной помадой. Лэнг лежала в корне, в течение двух дней, прежде чем её нашли. Она пережила вегетативное состояние, но Белл вскоре скончалась от полученных травм. Как рассказывается в Ночном сталкере, жизни преступления Ричарда Рамиреса, одержимость юного Рамиреса сатаной началась еще в раннем возрасте. Выросший в католической семье Рамирес воспринимал Бога, сатану, небеса, ад и грех, как настоящие реальности. Когда Рамирес стал подростком, его сексуальные фантазии начали сосредотачиваться на насилии, подчинении и смерти. Тем не менее, его тёмные мысли вызывали у него чувство вины из-за его религии. Вскоре он почувствовал, что сатана одобрит его тайное «я», и, возможно, дьявол может быть более подходящим божеством для него. В какой-то момент Рамирес наткнулся на сочинение Антона Лавея из Церкви Сатаны и совершил паломничество в Сан-Франциско, чтобы встретиться с ним. Позднее основатель Церкви Сатаны заявил прессе, «Когда я встретил Ричарда Рамиреса, он был одним из самых приятных и вежливых молодых людей, которых вы могли бы встретить». И все же сатанизм Рамиреса был далек от театрального атеизма Лавея. Ко времени убийств Ночного Сталкера он рассматривал сатану как злобную силу, которой он добровольно служил. Чем более развратными были его поступки, тем больше злой хозяин улыбался ему и защищал его. Несмотря на то, что Ричард Рамирес совершал преступление скрытно, он все же оставил за собой подсказки. Одной из первых был единственный отпечаток пальца, оставленный на оконной сетке жертвы Дженни Винкоу. Не сумев держать сетку в перчатках, он снял их. Рамирес также оставил темно-синюю кепку с логотипом в виде молнии его любимой группы ACDC на месте нападения на Марию Эрнандес. Позже Рамирес оставил отпечаток своих кроссовок Авиа-11, испачканных в грязи и крови, на лице жертвы Джойс Нельсон. Что наиболее важно, он оставил после себя 15 избитых выживших, которые смогли дать точное физическое описание убийцы, который заставлял их, цитата, поклясться сатане. Первоначально власти полагали, что многие убийства были не связаны друг с другом из-за беспорядочных, беспричинных методов Рамиреса. Бесстрашный ведущий детектив Гил Карильо был уверен, что идет по следу серийного убийцы. Однако Рамирес следил за местными СМИ. С накалом страстей в Лос-Анджелесе он направился в Сан-Франциско. Полиция области залива Сан-Франциско испытывала временные трудности в своем расследовании, когда мэр Сан-Франциско Дайан Файнстайн сообщила прессе подробности о преступлениях, в том числе свидетельства об отпечатках обуви. Рамирес избавился от своих кроссовок и вернулся в Лос-Анджелес. Когда единственный отпечаток пальца на зеркале заднего вида украденной машины, которую использовал убийца, был сопоставлен с более ранним отпечатком Рамиреса, полиция поняла, что у них все сходится, и после опубликования в прессе фотографии ночного сталкера ему уже негде было спрятаться. Вернувшись в Лос-Анджелес после неудачной поездки с целью навестить своего брата в Туссоне, штат Аризона, Ричард Рамирес не знал, что он станет главным героем ведущего сюжета всех выпусков новостей и газет в городе. Взяв чашку кофе и выпечку в ближайшем винном магазине, он заметил, что на него смотрят пожилые латиноамериканки. Он ясно слышал, как одна из них воскликнула Эль Матадор, убийца. Бросив взгляд на газетную стойку, он увидел свое собственное лицо, смотрящее на него. Когда Рамирес бросился к выходу, он сформировал план. Он украдет машину, поедет в Мексику и осядет там. На бегу Рамирес заметил, что за ним гналась толпа. Отчаявшись сбежать, он попытался угнать машину у Мануэла Вилья Нуэ, пока она ждала возле пекарни своего парня Кармельо Робласа. Избитый Ромласом и парикмахером Артуром Беневедесом, Рамирес бежал пешком, перепрыгивая через заборы и сбегая по задним дворам. Он предпринял еще две попытки угона автомобиля. Вторая была судьбоносной. Когда Рамирес вытащил Энджи де ла Торре из автомобиля, припаркованного перед ее домом, он встретил соперника в лице ее мужа, Мануэля. Размахивая тяжелым железным прутом, Мануэль ударил Рамиреса по голове. Убийца не смог бы продвинуться дальше. На него набросилась разъяренная толпа, избивая его кулаками, ногами, принадлежностями для барбекю и всем остальным, что им было доступно. К счастью для Рамиреса приехала полиция, чтобы взять его под стражу. Из-за огромного количества преступлений, связанных с делом ночного сталкера, потребовалось два года, чтобы Ричард Рамирес предстал перед судом на предварительном слушании 6 марта 1988 года. Его неопытные адвокаты, Артуро и Дэниел Эрнандес, откладывали судебное разбирательство на несколько лет с просьбами об отсрочке и предварительных ходатайствах. Отбор присяжных для одного из самых дорогих судебных процессов в Калифорнии наконец начался в июле 1988 года. Пока суд постоянно переносился, Рамирес сознательно улучшал свой имидж плохого парня-аутсайдера. Он играл роль гуру-убийцы до самого конца, демонстрируя сатанинские символы обвинению и присяжным, и восхваляя сатану. Когда прокурор Филипп Халпин завершил презентацию ужасающих доказательств, присяжные признали Рамиреса виновным по 13 пунктам обвинения в убийстве. После приговора к смерти в газовой камере в Калифорнии Рамирес пошутил. Во время и после суда над Ричардом Рамиресом убийца испытал своего рода лесть, типичную для знаменитостей. «Ночной сталкер» получил тысячи писем от любопытных и влюбленных. Больше всего поклонников у него было со стороны женщин. Привлеченная его мальчишеской внешностью и очаровательной жестокостью его преступлений, преданная группа, известная как Женщины в черном, посетила его слушания и навестила убийцу за решеткой. Одна из таких поклонниц сказала телеканалу Крон в Сан-Франциско, «Он стал выглядеть так плохо из-за других людей. Я знаю, что он хороший человек, потому что я познакомилась с ним лично» Самая горячая поклонница Рамиреса, журналистка Дорин Лиой, за 11 лет получила 75 любовных писем от серийного убийцы. В 1996 году они с Рамиресом поженились. Согласно некоторым источникам, она разорвала брачный контракт с Рамиресом, когда данные ДНК связали его с убийством в 1984 году 9-летний Мэй Люн. По состоянию на январь 2021 года местонахождение Лиой неизвестно. «Ночной сталкер» умер 7 июня 2013 года, однако умер он не в камере смерти в Калифорнии. Рамирес страдал от почечной недостаточности, и, пребывая в последние годы в заключении, он был доставлен из государственной тюрьмы Сан-Квентин в больницу общего профиля Марин. Его ухудшающееся здоровье проявилось в его цвете лица, который, как сообщается, приобрел болезненно-зеленый оттенок. Как сообщает USA Today, отчет коронера округа Марин показал, что Рамирес страдал от B-клеточной лимфомы – смертельной формы рака крови. Вскрытие также показало, что его смерть способствовала употребление наркотиков и инфекция гепатита С. Рамиресу было 53 года на момент смерти. Поскольку апелляции до сих пор не рассмотрены, его, вероятно, не казнили бы до 1971 года. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про серийных убийц, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!